Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок с Брайаном Трейси, и мы будем говорить о том, как мыслят успешные люди. Основные мыслительные процессы, так как они мыслят большее количество времени, и не всегда, естественно, бывают исключения, но в основном, вот основные мысли успешных людей. Здравствуйте, Брайан! Рад вас видеть! Здравствуйте, взаимно! Сегодня мы хотим поговорить о мышлении, о том, как думают успешные люди. Хорошо. Это, возможно, самая важная тема из всех, о которых мы говорили, потому что то, как вы думаете, действительно определяет течение вашей жизни. Мы уже говорили о том, что человек становится тем, о чем думает большую часть времени. Эти слова были написаны по меньшей мере 3000 лет назад. Изменив свое мышление, как мы уже говорили раньше, вы меняете курс своей жизни. В этом смысле наш разум похож на управляемую ракету. Если вы ее перепрограммируете, она полетит в другом направлении. Поэтому все перемены в вашей жизни начинаются с изменения ваших мыслей. Несколько лет назад я начал учить владельцев бизнеса развивать свою способность мыслить. И это изменило их бизнес, их личную жизнь, а также удвоило, утроило, а в некоторых случаях и удесетерило их прибыль, позволив больше времени проводить с семьей. И самое чудесное в этом, что они начали мыслить иначе. Иногда я привожу сравнение с изучением новых слов. У каждого слова есть несколько значений. Каждое слово — это спрессованная мысль, которая включает в себя множество смыслов. И когда вы учите новые слова, то фактически учитесь мыслить на более высоком уровне. В каждом обществе люди с большим словарным запасом родного языка обычно занимают главенствующие положения, потому что они умеют думать на более сложном уровне и четче формулировать мысли. Низшие же позиции в любом обществе обычно занимают люди с ограниченным запасом слов. Им известно меньше слов, и они могут обладать огромным потенциалом. Но не зная слов, потенциал невозможно реализовать, потому что вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Несколько лет назад университету Пенсильвании предложили контракт, по которому они должны были провести исследования личных качеств самых успешных людей мира, чтобы выяснить, как они думают. Эту программу финансировали несколько крупных компаний, которые постоянно нанимали персонал, а затем теряли людей, потому что нанимали не тех. Компании хотели выяснить образ мышления самых успешных людей. Они начали с 10 тысячами своих работников, которым раздали тесты, которые разработали, а затем проанализировали в университете Пенсильвании. Затем опросили следующие 10 тысяч и так далее. За 22 года было протестировано около 350 тысяч людей. Им задавали вопросы любого рода, например, как вы планируете свой день, что вы делаете на протяжении дня, изучали их отношения и так далее. Но затем они начали делать регулярные телефонные звонки подопытным и спрашивать, о чем вы думаете большую часть времени. Им звонили раз в неделю и спрашивали, о чем вы сейчас думаете, запишите это. Неделю спустя они снова звонили, выбрав другое время и спрашивали, о чем вы сейчас думаете, запишите это. И это продолжалось 6, 12 или 18 месяцев. Затем исследователи разделили людей на категории по принципу увеличения дохода и удовлетворенности к качествам жизни, отделив 10% с самыми низкими показателями. Затем 10% с показателями повыше. И так до тех пор, пока не осталось 10% с самыми высокими показателями. О чем же большую часть времени думали люди с самыми высокими показателями? И полученный ответ оказался довольно интересным. 10% людей с самыми высокими показателями очень четко представляли себе эти цели, которые хотели достичь в бизнесе и личной жизни. И еще они всегда думали о том, как этого добиться. Значит, изначально все чего-то хотят. Но успешные люди большую часть времени думают о том, чего они хотят. Они удачливые в основном о том, чего они не хотят. Совершенно верно. И в этом разница. Понимаете, мы всегда хотим того, что делает нас счастливыми. То, чего мы не хотим, делает нас несчастными. И если мы послушаем, о чем обычно говорят люди, мы выясним, что успешные люди в основном говорят о том, что им хочется сделать. А неудачливые всегда говорят о том, чего не произошло, или о том, что причинило им страдания. Мы обнаружим, что люди с негативным настроем говорят о том, чего они не хотят, и ищут кого обвинить в своих проблемах. А успешные о том, чего они хотят, и как этого достичь. Во время исследования ученые также искали то качество, которое, вероятнее других, может предсказывать успех его обладателя и обеспечивать его счастье. И оказалось, что это оптимизм. Они выяснили, что оптимисты склонны к позитивному настрою. Они обладают большим творческим потенциалом, легче сходятся и продуктивнее работают с другими людьми. Существует прямая связь между вашим оптимизмом и вашим успехом в продажах, менеджменте, исполнении родительских обязанностей. Выходит, что самые успешные люди в любой сфере деятельности – это оптимисты. А каково ваше определение оптимиста? Оптимизм мы еще называем позитивным отношением. И позитивное отношение просто означает положительный ответ на стресс. Проблемы всегда есть у всех, но успешные люди реагируют на них позитивно и конструктивно. Они не позволяют негативной ситуации их разозлить или расстроить. Оптимисты всегда ищут хорошие стороны в любой ситуации. Это все зависит… Это все начинается с веры? Да. Значит, если вы верите в то, что у всего происходящего с вами есть причина, и эта вера помогает вам выработать качество оптимиста, потому что она правильная? Да. Оптимизм, на мой взгляд, он как физические упражнения, вернее, это зарядка для ума. И определить, насколько вы умственно здоровы, можно потому, насколько оптимистично вы относитесь к жизни. Это не значит, что у вас не может быть проблем, трудностей или неудач. Но вопрос в том, насколько быстро вы от них оправляетесь. Нам необходимо развить в себе оптимизм, научиться ему, и в первую очередь старайтесь думать о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы не хотите. Потому что, думая о том, чего вам хочется, вы становитесь позитивнее и креативнее. Во-вторых, в любой ситуации и в любом человеке ищите что-то хорошее. Ведь если вы будете искать хорошее, то обязательно его найдете, потому что во время поиска вы будете позитивно и оптимистично настроены. В-третьих, и это одно из самых важных открытий успешности, оптимист всегда рассматривает неудачу или трудность как ценный урок. Если что-то идет не так, он спрашивает себя, «Чему я могу на этом примере научиться?» «Какой урок?» «Да, урок». И это помогает им сосредоточиться на том, какую пользу они могут извлечь для себя из сложившейся ситуации, вместо того, чтобы злиться и расстраиваться. Значит, если они терпят неудачу, они все равно счастливы, потому что извлекли из нее урок. Да, они выигрывают, даже проиграв, потому что если человек ищет во всем для себя ценный урок, он склонен к позитивному мышлению. Он не может проиграть. Он выигрывает, когда выигрывает, и выигрывает, даже когда проигрывает. И так мы выяснили, что оптимисты всегда и во всем ищут для себя что-то полезное и находят его, так как они позитивно настроены. И это удивительнейшее явление, потому что большая часть вашего жизненного успеха строится на неудачах. Да, вы терпите неудачи, делаете ошибки, выбираете не тот путь, или же начинаете свою карьеру с самых низов, и в результате вы добиваетесь огромного успеха, благодаря своим ошибкам, на которых вы учитесь. Среднестатистические люди обычно продолжают думать о тех негативных вещах, что с ними произошли, и не учатся на ошибках. Мне вспомнилось IBM. Президент компании IBM сказал однажды, что нет ничего ужасного в том, чтобы сделать ошибку. Но повторять одну и ту же ошибку снова и снова ужасно, потому что в этом случае она вас ничему не научила. Учиться это всегда очень хорошо. Президент компании IBM однажды назначил одного из топ-менеджеров на новый проект. Тот ошибся, и компания потеряла 10 миллионов долларов. И вот президент Томас Уотсон-старший вызвал его в свой офис, и тот сказал следующее, «Извините, сэр, я полностью признаю свою ошибку. Из-за меня вы потеряли все эти деньги, так что я отказываюсь от проекта, можете меня уволить. Я не буду с вами судиться и просто уйду». И Уотсон нашел этот знаменитый ответ, который я никогда не забуду. Он сказал, «Уволить вас? Да я только что вложил 10 миллионов долларов в ваше обучение. Так что теперь давайте обсудим то, чему вы научились и ваш следующий проект». Он отнесся к ситуации именно таким образом. И последний шаг в становлении оптимистом – это подпитывание своего мышления позитивным материалом. Это как развитие личности. Каждый раз, когда вы узнаете что-то новое, что может улучшить вашу жизнь, вы становитесь намного счастливее. Это поднимает самооценку и дает вам чувство позитивного. Вы чувствуете, что можете управлять своей жизнью. Постоянное чувство «Вау! Еще вчера я этого не знал. Как я мог жить без этого?» Да, верно. Это знание дарит счастье. Да. Изучая результаты тестирования этих успешных людей, ученые выяснили, что у них есть 7 различных направленностей. Направленность – это устоявшийся подход к жизни, стиль мышления. Давайте поговорим об этих стилях мышления. Первая направленность – можно ли этому научиться? Некоторые из слушателей могут осознать, что их стиль мышления совершенно иной. Можно ли научиться думать таким образом? Да. Здесь я использую сравнение с физическими упражнениями. Любой человек может привести себя в хорошую физическую форму, если пойдет в тренажерный зал, встанет выполнять упражнения, использовать тренажеры, ездить на велосипеде, плавать и перейдет на здоровое питание. Это вовсе не чудо, это гарантия. С ментальными упражнениями все обстоит точно так же. Если вы думаете о том, чего хотите и как этого достичь, если вы ищете хорошие стороны, ищите чему научиться и подпитываете свое мышление позитивным материалом, то со временем можете стать очень позитивным человеком. На то, чтобы изменить свою личность, требуется время. Иногда это происходит очень быстро, но на это нужно время. Это все равно, что сменить курс огромного океанского лайнера. Нужно менять его постепенно. Но вскоре корабль начнет двигаться в совершенно другом направлении, так что этим направленностям учатся, и никто не рождается уже с готовыми. И успешные люди в свое время научились мыслить в этом направлении, и приняли решение, что будут это делать большую часть времени. Если они сходят с пути, то снова на него возвращаются. И первая направленность – это направленность на будущее. Направленность на будущее – это признак лидеров. Питер Друкер однажды сказал, что работа лидеров – думать о будущем, потому что это по силам только лидеру. Только лидер отвечает за мысли о будущем организации. Я работал более чем с тысячей компаний по всему миру. У меня была возможность встретиться с одними из самых успешных людей. И я обнаружил, что когда вы говорите с ними, они всегда думают о будущем их бизнеса, о будущих товарах, будущих решениях, будущих проблемах. Они очень сосредоточены на будущем. В вашей жизни есть четыре области, в которых вам нужно думать о будущем. Первая область – это ваша карьера и ваш доход. Здесь мы обучаем упражнению, которое называется «Идеализация». Вы создаете идеальную картину того, каким хотите стать в будущем. Иногда мы называем это пятилетней фантазией. Представьте, что у вас есть волшебная палочка, и вы можете взмахнуть ею и сделать свое будущее идеальным во всех этих четырех областях. Каким было бы ваше будущее? Первая область – это ваша карьера и ваш доход. Спросите себя, если ваша карьера и доход через пять лет будут идеальными, сколько вы будете зарабатывать? Где будете работать? На какой должности? Какой будет ваша репутация? Качество работы, квалификация, характер? И как это будет отличаться от сегодняшнего положения вещей? А теперь вернитесь в настоящий момент и спросите, что должно произойти со мной сегодня, чтобы через пять лет возникло такое будущее? И сделайте первый шаг. Я давно понял, что поворотной точкой в жизни каждого человека является этот первый шаг. Самый сложный из всех шагов. Вот почему Конфуций говорил, путешествие в тысячу ли начинается с первого шага. Люди признаются, что самым сложным в достижении любого проекта, любой цели, был самый первый шаг. А затем вы просто движетесь вперед. Вторая область касается вашей семьи и ваших отношений. Задайтесь вопросом, если бы я мог перенестись вперед на пять лет, где моя семья и мои отношения были бы идеальными, как бы они выглядели, где бы я жил, какой образ жизни я бы вел, чем бы я занимался с семьей, если бы все это было идеальным. А затем вернитесь в настоящее и спросите себя, что я должен делать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы создать это идеальное будущее. Нельзя попасть в цель, которую вы не видите. И существует прямая связь между тем, насколько четкая у вас картина будущего и того, как быстро вы к ней двигаетесь. Успешные люди очень четко представляют себе, где хотят оказаться в будущем. Неудачливые люди постоянно потеряны, они понятия ни о чем не имеют. Если вы спросите их, как бы выглядела их идеальная жизнь через пять лет, они скажут, что не знают. Успешные люди очень четко представляют свое будущее. Третья область – это ваше здоровье. Спросите себя, если бы через пять лет ваше здоровье было бы идеальным, как бы вы выглядели? Сколько бы вы весили? Сколько бы упражнялись? Как бы себя чувствовали? И вернитесь в настоящее. Какой первый шаг вам нужно сделать сегодня, чтобы в будущем стать совершенно здоровыми? Четвертая область касается вашей финансовой ситуации. Это область, о которой должен серьезно задуматься каждый человек. Люди, которые достигли финансовой независимости, планировали ее на много-много лет вперед. Ведь добиваться финансовой независимости нужно довольно продолжительное время. Сегодня в нашем мире огромное количество людей, большинство, все время беспокоятся о деньгах. И многие эти люди в возрасте 50-60 лет очень беспокоятся о деньгах, потому что никогда не думали о том, что когда-нибудь выйдут на пенсию, и у них не будет денег, чтобы себя обеспечить. Поэтому мы спрашиваем, если бы ваше финансовое будущее было бы идеальным, как бы оно выглядело? И как отличалось от сегодняшнего дня? Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы создать идеальное финансовое будущее? В этом и заключается направленность на будущее. В том, что вы создаете четкую восхитительную картину того, каким хотите стать в будущем, а затем начинаете двигаться к ней. Что особенно интересно, сам факт того, что вы четко представляете себе свое идеальное будущее, делает вас оптимистичнее, позитивнее, счастливее, придает уверенности в себе, добавляет энергии и креативности. Это просто потрясающе. Придает вам энтузиазм к достижению целей. О, да. И даже раньше, чем вы начнете двигаться, картинка идеального будущего изменит образ вашего мышления. Я больше десяти лет работал с тысячами владельцев бизнеса, и первое упражнение, которое мы выполняли, таково. Мы заставляли их четко продумать, где бы они хотели оказаться в будущем, в каждой из этих четырех областей. И они начинали меняться с первого дня, с первого же занятия. Мне кажется, они начинали понимать, я так тяжело работал, что даже не задумывался, чего хочу достичь, и я на неверном пути. Многие из этих владельцев бизнеса возвращались и полностью меняли свое дело, потому что вместо мыслей о будущем они фокусировали все внимание на текущем дне и были им недовольны. А когда вы начинаете двигаться к картине своего идеального будущего, вы постоянно довольны. То есть первый шаг для достижения успеха это увидеть, как вы будете выглядеть через пять лет, в сущности, точка бытия, верно? Да. Вот то, что бы я посоветовал. Возьмите лист бумаги и напишите. Если бы через пять лет моя жизнь была идеальной, она была бы такой. И напишите 20 вещей, которые были бы в вашей жизни, будь она идеальной. И вся ваша жизнь начнет меняться с потрясающей скоростью. Потому что согласно ментальным законам, вы начнете привлекать в свою жизнь людей, идеи, возможности, начнете видеть то, чего раньше не замечали. Это потрясающее упражнение, я даю его всем. И я делал это с упражнениями по стратегическому планированию в самых крупных компаниях по всему миру, высшему их руководству. Я говорил, давайте запишем, как бы все выглядело, если бы через пять лет было идеальным. И все они увлеклись, они начинали писать, а затем их компании полностью изменялись. Просто поразительно. Второе направление, в котором большую часть времени мыслят успешные люди, это ориентация на цели. Они думают о своих целях. Как только у вас появляется четкая картина того, где бы вы хотели оказаться в будущем, возьмите эту картину и запишите на бумаге. Представьте, что мы говорим о доме вашей мечты, идеальном доме, в котором вы хотели бы жить со своей семьей. Вы хотели бы иметь вот это, вот это, вот такие спальни и так далее. А теперь возьмите лист бумаги и начните рисовать то, как именно все это выглядит. Есть несколько журналов, которые печатают картинки, образы идеальных домов. Вы можете купить их и посмотреть, как будет выглядеть ваш дом снаружи. Вы увидите план того, как дом будет выглядеть изнутри. Если вам понравится, вы можете написать им, купить проект, дать его строителю, и строитель построит вам дом. Но что делает большинство людей? Они берут эти картинки, смотрят на них, думают о них, но... Чем четче вы представляете себе свои цели, тем быстрее вы движетесь к ним, тем быстрее ваши цели движутся к вам. И как мы уже говорили раньше, ваши цели должны быть записаны. Письмо — это особое упражнение, которое программирует эти цели в ваше подсознание. Когда вы просто думаете об этом, эффекта нет. Если полному залу людей задать вопрос, есть ли у вас цели, все ответят «да». У всех до единого есть цели. Спросите их, где ваши цели, и вам ответят, «О, у меня нет списка, я все держу в голове». Я называю такие цели сигаретным дымом, потому что это дым. Раз — и сразу исчез. Желание — не цель. У этих людей есть желание, на самом деле желание, или фантазии. Потому что цель — это нечто конкретное, как чертеж дома. Они записаны, они четкие, конкретные. Их можно коснуться, их можно изменять, на них можно посмотреть. Я знаю столько замечательных историй, я собрал их за многие годы, пока учил людей записывать цели, записывать планы. Их жизнь полностью изменялась. Я работал с людьми, которые говорили, «Мне не нужны цели, я знаю, чего хочу, я четко знаю». Я говорил, «Но вы должны их записать, сделать план». И в итоге люди это делали. Потом возвращались ко мне через месяц, и говорили, «Я понятия не имел о силе записанных целей». Я писал книги о постановке целей. Они продавались потом по всему миру, и люди снова и снова приходили ко мне со словами, «Вы изменили мою жизнь, вы сделали меня богатым». Эта книга изменила мою жизнь, изменила жизнь моей семьи. На мой курс приходил мужчина. Он записался на мою двухдневную программу МБА и привел с собой весь свой персонал, девятерых сотрудников. Он попросил о встрече со мной. Я сел с ним. Его история была потрясающей. Он был водителем грузовика. Купил мою книгу о целях и решил, что хочет удвоить свой доход. Это было несколько лет назад. Он спросил себя, «Как мне удвоить доходы?» Я решил, что ему нужен собственный грузовик, потому что с собственным грузовиком можно зарабатывать вдвое больше. Если работаешь на кого-то, получаешь значительно меньше. Как же купить собственный грузовик? Нужно откладывать деньги. Он обсудил это с женой и двумя маленькими сыновьями. Они начали экономить. И через полгода им хватило денег на покупку собственного грузовика. И он начал зарабатывать вдвое больше. Но он сохранил прежний образ жизни и откладывал эти дополнительные деньги. И вскоре купил второй грузовик. Это было примерно шесть или семь лет назад. Сейчас у него 350 грузовиков. На него работают тысячи людей. Он владеет самой большой компанией грузоперевозок в стране. Он богат и живет в прекрасном доме. Он сказал, что это было совершенно потрясающе. И он начал с вашей книги. Да, все началось с книги. Он сказал, «Эта книга изменила мою жизнь и его семью». Мальчики подросли и начали ему помогать. Когда он читал книгу, он подчеркивал строки. Подчеркивал и подчеркивал. А потом его жена спросила, «Можно и мне почитать?» Он сказал, «Да, только возьми ручку другого цвета». Он подчеркивал красным, а она зеленым. А затем мальчики, которым исполнилось 10 и 11, спросили, «Можно почитать книгу?» и подчеркивали черным и синим. В конце концов, книга стала разноцветной. В ней была целая радуга цветов. Это была золотая книга семьи. Она сделала их богатыми. Так что постановка целей, записывание их и ежедневная работа над ними может значительно изменить вашу жизнь. Почему большинство людей этого не делают? Они боятся неудачи? Да. Я думаю, проблема в том, что они не понимают важности целей. «Вы можете ходить в школу». Я не закончил старшую школу, но позже я завершил свое образование. Я пошел в колледж, посещал МБА в известном университете. Я обучался в общей сложности 17 лет. И ни разу, ни одного часа не было выделено вопросу целей. И все же молодые люди, выпускники колледжей, приходят на мои семинары и говорят, «То, что я узнал о целях, важнее всего, чему я 4 года учился в университете. Настолько это содержательно». То есть в будущем это, возможно, станет обязательным. Курс по письменной постановке целей в старших школах. Возможно, даже раньше. Да, потому что постановка целей позволяет увеличить весь ваш временной потенциал, все ваши мечты и достигнуть выдающихся результатов. Я открыл для себя цели, когда мне было 24. Я тогда прочитал книгу, в которой говорилось, «Если хочешь добиться успеха, записывай свои цели и работай над ними каждый день». Это была моя первая книга по саморазвитию. И я сказал «хорошо», потому что у меня не было денег. Я ночевал на полу в квартире друга. Я взял тогда лист бумаги и написал «10 целей». Я потерял тот листок. Но в течение месяца моя жизнь изменилась навсегда. Все, что было в том списке, стало реальностью. Это было как чудо. Я до сих пор помню, что это казалось мне чудом. Все начало изменяться. Потому что, когда вы записываете цели от руки, вы программируете свое подсознание, которое работает 24 часа в сутки. Вам не нужно даже волноваться об этом. Все происходит само по себе. Что вы делаете, когда не достигаете цели? Невозможно же достичь 100% целей. Что ж, вы обнаружите, что иногда, записав цель, через некоторое время понимаете «На самом деле, мне это не нужно». Например, вы можете написать, что хотите забраться на самую высокую гору планеты, а через некоторое время подумать «Не так уж мне и интересна эта гора». Но если вы действительно желаете достичь цели, если вы очень сильно этого хотите, вы практически всегда добьетесь ее. Стартовая точка для того, чтобы стать богатым, это постановка цели. Стать богатым. Никто не может разбогатеть случайно. Никто не просыпается однажды утром и «О, я богат!» Вам нужно знать точную сумму. Да, вы должны записать четкую сумму того, сколько вы хотите зарабатывать в год. Четкую сумму того, сколько хотите накопить за определенное время. Все это должно быть записано. Люди спрашивают, что если я устанавливаю дедлайн и не добиваюсь цели к поставленному сроку? Тогда устанавливайте новый срок. Вот и все. То есть вы не разочаровываетесь, если не достигаете целей к определенному сроку. Да, дедлайн – это догадка. К примеру, но ведь нужно ставить себе сроки. Совершенно верно. Очень сложно записывать себе дедлайн. Да, но вы должны быть гибким. К примеру, когда мы договорились о встрече здесь, в Москве, вы сказали, «Я встречу вас в такое-то время, а затем попали в московские пробки». Так что иногда люди опаздывают на полчаса или 40 минут, даже на два часа, потому что застревают в московских пробках. Вы поставили себе цель – быть в определенное время в определенном месте. Но произошла неожиданность. Иногда вы ставите себе цель достичь определенного уровня дохода, а затем экономика меняется, наступает спад, и вам приходится ненадолго откладывать свою цель. Но у вас всегда должна быть цель, к которой вы стремитесь. Какое основное назначение у цели? Мотивировать вас. Это лучший мотиватор, который дает энергию для действий? Да. Цель – это то, о чем вы думаете большую часть времени. Просыпаясь утром, вы думаете о цели. На протяжении дня вы думаете о цели. Вы стремитесь к достижению цели. Да. Это фокус. Все возвращается к фокусу. Да. Вы становитесь тем, о чем думаете. О чем думают успешные люди. Они все время думают о своих целях. Если вы думаете о своих целях, вот очень простое открытие, которое я совершил много лет назад. За один раз вы можете думать только одну мысль, позитивную или негативную. Представьте, что в вашей жизни есть негатив. Мы каждый день сталкиваемся с ним. И что вы делаете? Вы переключаете сознание на ваши цели, как тумблер. И вы думаете о своих целях, или о главной цели. И весь негатив исчезает. Вы за секунду можете переключиться с негатива на позитив. Закон замещения, о котором мы говорили раньше, заместит негатив позитивом, как только вы подумаете о цели. И чем больше вы думаете о своей цели, тем больше вы привлекаете ее в свою жизнь, тем быстрее движетесь вперед, тем больше появляется идей о том, как ее достичь, тем вы позитивнее. Установка целей очень важна. Люди с целями контролируют мир. Это может быть политическая цель, бизнес-цель, культурная цель, или цель в образовании. Они помогают вам двигаться вперед. Да. И когда вы начинаете двигаться вперед, не зря говорят, что счастье – это ощущение движения вперед к своей цели, к прогрессу. Да. И если цели у вас нету, вы постоянно движетесь по кругу. Когда у вас есть цель, вы двигаетесь каждый день и добиваетесь прогресса. Следующее направление называется ориентации на качество. Здесь стоит вернуться к тому, о чем мы будем говорить снова и снова. Люди, которые хорошо делают свое дело, успешны. Те, кто довольствуются средним результатом, успеха не достигают. Стоит вспомнить правила 20 и 80. Верхние 20% людей получают 80% денег. Все начинают в одинаковых условиях, но некоторые добиваются огромного успеха. Почему? В любой истории, если взглянуть на ее начало, вы увидите, что эти люди посвятили себя самосовершенствованию, тому, чтобы стать лучшими в своем деле. Я учу свою аудиторию следующему. Вы должны принять решение войти в 10% лучших. Примите это решение. Почему? Потому что все деньги, все счастье, все уважение и успех принадлежит этим 10%. Вы наверняка слышали о том, что победителя Олимпийских игр, того, кто получил золотую медаль, знают все. И никто никогда не помнит тех, кто занимает вторые места. Вам нужно стремиться к совершенству, решить, что вы будете экспертом в своей области. Большинство людей никогда так не поступают, и в итоге продолжают ходить кругами. Мы выяснили, благодаря исследованиям университета Флориды, что нижние 80% достигают своего уровня в первый же год работы и больше не улучшают его. Верхние 20% посвящают себя тому, чтобы продолжить обучение. Они всегда стремятся становиться все лучше и лучше. Цель в том, чтобы войти в эти 10%. Так что я хочу сделать следующее заявление. Если вы решите войти в эти 10%, единственный человек, который может вас остановить, это вы сами. Мы не говорим о решении стать лучшим в мире. Не нужно стремиться на первое место. Достаточно войти в верхние 10%, потому что именно там находятся деньги и успех. Сколько времени нужно, чтобы подняться наверх к этим 10%? Один из самых важных вопросов, потому что все думают, что могут сделать это за две недели, пару месяцев или год, но это просто невозможно. Да, согласно исследованиям, требуется около 7 лет для того, чтобы с вашего начального положения в бизнесе подняться к верхним 10%. О смысленной практике совершенно верно. Люди говорят 7 лет. Если вы уже входите в верхние 20%, то чтобы войти в верхние 10%, вам потребуется около 2 лет. Иными словами, вы уже заплатили большую часть цены. Но что вам нужно сделать, это сказать, я хочу войти в топ-10%. Давайте представим, что вы в начале карьеры. Простите, Брайан. Как вы думаете, лучше ставить перед собой цель войти в топ-10% или поставить цель войти в высший 1%. Топ-10% реалистичней, потому что все люди могут войти в топ-10%. И очень мало людей, это как в спорте, могут войти в высший 1%. Если вы ставите перед собой нереальную цель, она вас не мотивирует, наоборот, лишает сил. Поэтому ставьте цель войти в топ-10%. Есть одна вещь, которую я много лет назад научился у Эрла Найтингейла. Выясните, сколько зарабатывают люди из топ-10. Меня всегда очень интересовало, сколько зарабатывают люди из верхних 10%, 5% и 1%. Это стало моей целью. Если вы хотите войти в топ-10% по доходам, узнайте, сколько они зарабатывают и запишите это своей целью. Каждый шаг на пути к совершенству делает вас счастливее. Если вы будете делать шаг за шагом, вы обязательно дойдете до цели. Но возвращаясь к вопросу исследования, который я начал изучать 25 лет назад, говорят, что потребуется 7 лет или 10 тысяч часов, чтобы войти в топ-10. Туда, где сосредоточены все деньги. И если вы собрались начинать, вы должны начинать уже сегодня. Люди говорят мне, ну подождите, я буду на 7 лет старше. Это долгое время, сегодня мне уже 30, а вы говорите, что мне понадобится 7 лет, чтобы оказаться на вершине моего дела. Я отвечаю, да. Они говорят, но я же буду на 7 лет старше. Я отвечаю, вы в любом случае станете на 7 лет старше. Время не остановишь. Вопрос только в том, будете ли вы здесь или на вершине. Так, примите решение оказаться на вершине. Когда я решил стать профессиональным спикером, тренером, ведущим семинаров, я отправился на крупное собрание спикеров. И человек на сцене сказал, что требуется 7 лет, чтобы стать успешным профессиональным спикером. Я тогда решил, нет, мне не понадобится 7 лет. Я работал примерно 3 года. Но она была права. Потребовалось 7 лет. Я выяснил, что если вы хотите стать лучшим автомехаником или нейрохирургом, или предпринимателем, собственным делом, или спикером, или писателем, вам понадобится 7 лет. Этому посвящены десятки исследований. И вы не можете этого изменить, как не можете изменить погоду, но вы можете контролировать себя и начинать работать. Что возвращает нас к тому, о чем мы говорили ранее? Как взойти на вершину в своей сфере? Как стать лучшим? И вы снова задаете вопрос, какое умение, если я овладею им в совершенстве, больше всего поможет мне продвинуться вперед, достичь самой важной моей цели? Мы обнаружили интересный факт, чтобы достичь цели, которые вы никогда не достигали раньше, нужно развить свое умение до уровня, который раньше был вам недоступен. Невозможно достичь важной цели с тем же уровнем, которым вы овладеете сегодня. Нужно улучшать свой профессионализм. Это самое главное ваше занятие. То есть деньги, которые вы зарабатываете, это отражение, так? Качество вашей работы. И один из самых важных моментов нашей жизни, как, по нашему мнению, думают о нас другие люди? Известно, что все, что мы делаем в жизни, мы делаем для того, чтобы заслужить уважение людей, которых мы уважаем, или не потерять их уважение. Люди готовы умереть, чтобы не потерять уважение других. Вот почему на войне люди шли вперед, чтобы не потерять уважение других солдат. Люди повторяли эти слова снова и снова. Они готовы были умереть, но не потерять уважение других солдат. самый быстрый путь для того чтобы заслужить уважение важных для вас людей это быть профессионалом быть лучшим в своем деле хорошую работу всегда помнят и уважают выберите одно умение и работайте над этим умением поставьте себе эту цель напишите план работайте над ним каждый день 4 направление это ориентация на результат успешные люди большую часть времени думают о достижении результатов о достижении самых важных для них результатов ориентация на успех это одна из форм тайм-менеджмента но есть особый навык которому мы учим что я преподаю своему классу я показываю как удвоить свой доход и удвоить свое свободное время в течение одного года и в первый день я обучаю их этим базовым навыкам многие люди в течение месяца удваивают свой доход и это после того как они отработали в сфере 10-15 лет им сложно в это поверить а первая вещь которой я их учу звучит так ее называют законом трех закон трех говорит если вы запишите все что делаете на протяжении недели или месяца вы увидите что на работе делаете 20 или 30 разных вещей однако если вы присмотритесь к списку вы увидите что только три вещи из списка составляют 90 процентов стоимости вашей работы 90 процентов вашей стоимости когда мы говорим это людям они этого не может быть потому что за день я делаю так много я говорю хорошо давайте проанализируем список и я прошу своих клиентов записать список всего что они делают и принести с собой на следующую встречу слову вы сами можете так поступать составляйте список дел которыми занимаетесь в течение месяца от начала работы утром понедельника до самого конца а затем задайте себе волшебный вопрос который звучит так если бы я смог делать только одну вещь из этого списка целый день какое занятие принесло бы мне больше всего денег если бы я мог заниматься только одним делом в течение дня продавцы примеру отвечают поиском если бы только мы могли весь день искать людей говорить с ними это увеличило бы доход больше чем все остальное потому что если найти больше людей с которыми можно поговорить по теории вероятности больше людей купят так что когда меня спрашивают как увеличить доход я отвечаю увеличить количество людей которым звоните каждый день мне отвечают но это же не может быть так просто а я говорю а вы попробуйте скольким людям сегодня вы звонили среднестатистический продавец салжет и в россии возможно он позвонил двоим людям за день возможно и я говорю позвоните троим четверым посмотрите что будет и в течение месяца они увеличивают свой доход и говорят но разве может быть так просто решите каким будет дело которым вы бы занимались каждый день обведите его в кружок задайте себе вопрос если бы я мог делать только два дела каким было бы второе это стоит хорошо обдумать а потом спросить если бы я мог делать три дела целый день каким было бы третье это же его обведите вы сами удивитесь эффекту вы внезапно поймете что эти три занятия составляют вашу ценность весь ваш доход все ваши надежды на будущее все в них трех и вот правило которое гласит делайте меньше дел не старайтесь хвататься сразу за все делайте меньше меньше значит больше совершенно верно номер 2 делайте более важные вещи номер 3 отводите на них больше времени номер 4 совершенствуйтесь в каждом из них постоянно улучшайте делайте лучшее как можно лучше да совершенствование вашего главного навыка может вызвать огромные перемены в вашей жизни и чем больше вы работаете над самыми важными задачами тем счастливее вы становитесь потому что чувствуете что совершаете прогресс чем лучше вы справляетесь со своими важными задачами чем больше у вас счастья и оптимизма вы берете под контроль свои эмоции и мышление дисциплинируете себя чтобы проводить 90 процентов вашего времени работая над этими задачами кто-то спросил меня вчера а как же все остальные занятия что ж ими вы можете заняться позже просто не ставьте их на первое место обычные люди которые плохо зарабатывают в первую очередь берутся за мелочи затем принимаются то за одно то за другое постоянно отодвигая важную задачу в конец списка и вот тот день уже почти закончен а ничего важного так и не сделано практикуйтесь в законе 3 и это принесет вам больше результатов лучших результатов быстрее чем все остальные занятия я учу этому закону люди возвращаются ко мне и говорят я за месяц удвоил свой доход иногда говорят я удвоил доход за неделю сегодня зарабатываю больше в два раза в три раза больше о чем раньше мог даже мечтать и все благодаря закону трех я заставил себя ничем не заниматься пока не закончу первых трех дел и откладывал неважные дела на потом следующая направленность 6 по счету называется нет извините 5 называется ориентации на решение мы обнаружили что способность решать проблемы является ключевым качеством лидера иногда я задаю аудитории вопрос у кого-нибудь здесь есть какие-либо проблемы и все поднимают руки я отвечаю конечно именно этим мы и занимаемся весь день решаем проблемы когда вы справляетесь со сложностями достигаете целей выполняете свои обязанности вы неизбежно сталкиваетесь с проблемами и трудностями вопрос лишь в том насколько вы умеете с ними справляться и лучший способ научиться действительно качественно справляться с проблемами и увеличить свою креативность это большую часть времени думать о решениях лучшие люди большую часть времени думает о решениях. А о чем думают обычные люди? Они думают о том, что случилось в прошлом и о том, кого в этом обвинить. Что бы ни произошло, они спрашивают, кто это сделал? Кого обвинить? Успешные люди говорят, неважно, кто виноват, давайте решать проблему. Да, как нам решить проблему? И ключевой вопрос, ориентированы на решение. Совершенно верно. А неудачливые люди ориентированы на проблему. Да. Они только говорят, у меня проблема и не концентрируются на решении. Да. И вот интересное наблюдение. В школе, когда вы только пришли в начальные классы, вам нужно было решать простые задачи. Если вы решали их и сдавали экзамен, вы переходили в следующий класс. Каждый год в школе вы проходили тесты и сдавали экзамены, чтобы показать, что умеете справляться с проблемами и усвоили материал. Вы заканчивали школу, если шли в колледж, там все происходило так же. Первые курсы были простыми, следующие более сложными. И всегда нужно сдавать экзамены. Когда вы устроились на работу, все продолжилось. Вначале вы получали простую работу, простые задания, простые проблемы. Если вы показали, что можете преодолевать трудности и достигать целей, вас автоматически повышали в должности. И до тех пор, пока вы могли справляться с проблемами, вас повышали до уровня вашей компетенции. Генерал Колин Пауэлл говорил, лидерство это способность решать проблемы. Успех это способность решать проблемы. А когда вы решаете проблемы, вы все время думаете о решениях. И чем больше вы думаете о решениях, тем больше позитивным и креативным вы становитесь. Так что вопрос, который нужно постоянно себе задавать, это вопрос, каково мое следующее действие? Что теперь делать? Какой шаг предпринять? Хорошо, это уже произошло. Что с этим делать? Как решить возникшую проблему? Какой наш следующий шаг? Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать. Не беспокойтесь о том, что случилось. Прошлое не изменить. Не стоит плакать над пролитым молоком и волноваться о разбитом стакане. стакан разбит. Нужно его убрать. Не волнуйтесь о том, кто это сделал и как. Когда мои дети совершали ошибки, я говорил, ладно, а чему вы научились? Мы никогда не говорили об ошибках. Ошибки были уже в прошлом. Мы учили их думать о решениях, о том, что нужно делать в следующий раз. Это признак успешных людей. Люди, которые поднялись до вершин своих организаций, где они зарабатывают в 5, 10, 100 раз больше простых сотрудников, это люди, которые лучше всего умели решать проблемы. Невозможно представить лидера или генерального директора, который не умеет решать проблемы и добиваться результатов. Помните, между вами и результатом стоят только проблемы, и ваша задача – разобраться с ними и достичь результата. Шестое направление – это ориентация на рост. Лучшие люди сосредоточены на росте. Они читают каждый день. Они слушают аудиопрограммы за рулем. Вместо того, чтобы включать радио, они стремятся ходить на дополнительные семинары и курсы. Они обучаются онлайн. Они жадно учатся. Это почти как восхождение по лестнице успеха. Каждый раз, когда вы узнаете что-то новое, вы поднимаетесь выше и выше. А эта лестница – лестница вашего дохода, возможностей и шансов. И последнее направление – это ориентация на действие. Ориентация на действие означает, что лучшие люди все время думают о реальном действии. Думают о самом действии. Да, моментальном действии. Они чувствуют срочность и думают, как мне на это реагировать, что я могу сделать. Когда я слышу новую идею, я чувствую нетерпение. Нижние 80% населения пассивны. Они ждут, когда кто-то придет и скажет им, что нужно делать. Верхние 20% – проактивны. Они постоянно думают о действиях, которые можно предпринять, и в итоге движутся быстрее и быстрее. Чем больше действий вы совершаете, тем больше вы получаете опыта. Чем больше у вас опыта, тем лучше вы в своей деятельности. Чем лучше вы становитесь, тем лучше ваш результат. А чем лучше результат, тем выше награда. Чем выше ваша награда, тем больше у вас мотивации действовать, видеть больше людей, добиваться больших результатов. И вы добиваетесь их со скоростью света. Так мыслят успешные люди. И всем этим навыкам мышления вы можете научиться повторениям. Практикуйтесь в этих направлениях. Думайте о будущем. Думайте о своих целях. О профессионализме в работе. Думайте о результатах. Думайте о решениях. Думайте об обучении и росте, и о действиях. Если вы будете делать все это снова и снова, вы сами сделаете себя выдающейся личностью. Отлично. Большое спасибо, Брайан.